Друзья, всем нихау, на связи я, EdSkrabber. Сегодня краткий микро-микро обзор на Redmi Note 7. А, извиняюсь, друзья, сорян, Redmi Note 8 и также Redmi Note 8 Pro. Вначале мы поговорим об обычной версии. Давайте пробежимся по характеристикам. Что же нам показали на презентации и чем он лучше предыдущей версии. Вначале экран. Экран здесь 6,3 дюйма. Это IPS-матрица, Full HD+, разрешение. Все здесь обычненько. Друзья, пока мы продолжаем, не забывайте подписываться на Telegram-канал. Там скидки на все телефоны. Также там я выставил уже Redmi. Правда, в китайской версии. Как только появится глобалочка, самые минимальные цены у проверенных продавцов обязательно будут на этом Telegram-канале. Поэтому проходите и подписывайтесь. Ссылочка в описании. Вот самое интересное по мне так это камера. Потому что она здесь четверная. То есть 4 модуля. Сверху 8 мегапикселей. Широкий угол на 120 градусов. Великолепно. Следующая это 48-мегапиксельная камера. И это уже настоящая. Не интерполяция, не какая-то апертура f1.79. Это реально тоже очень классно. И далее две камеры очень подозрительные. На первый момент они 2-мегапиксельные. То есть очень маленькое разрешение. Первая для глубины кадра. Вторая для макросъемки. Вот мне кажется тоже интересный момент. Отдельная камера для макросъемки. Такого не было еще у Redmi. У других компаний такая фишка уже была. Но то, что макросъемка появилась, это реально классная фишка. Далее процессор. Здесь 665 Snapdragon. То есть из линейки 660x Snapdragon. Но он уже построен по 11-нанометровому техпроцессору. Видеоускорителе Adreno 610. Как бы ну все очень даже неплохо. В Antutu плюс-минус около 140 тысяч убивает. Чуть больше. А стандартный камень в принципе для Redmi. По зарядке. Здесь зарядка 18 Ватт. Сразу же в коробке. Дополнительно покупать не надо. И в этом как бы респект и круто. Но в предыдущей версии то же самое было. Нужно было только докупать. А также здесь есть USB Type-C. Миниджек присутствует великолепно. Ну и на звук обращали внимание. На презентации очень и очень сильно. Посмотрите на эти кадры. То есть звуком можно тушить свечи. Убирать пыль дома. В общем прокачку делать полную. Короче звук здесь прокачали. И он очень крутой-крутой. Но все это пока что так на словах. На самом деле нужно тестировать и приходить к определенным выводам. Также на презентации заявляли, что он мега супер прочный. То есть им можно бить кирпичи. На счет сканера отпечатков пальцев ничего не сказали. Единственный такой момент подчеркнула компания Redmi. То что он стал незаметен. Обратите внимание на эти рендеры. Действительно сканер отпечатков пальцев как бы сливается с общей массой. Даже переливы на нем как бы тоже видны. Но сканер отпечатков пальцев здесь стандартный. Не встроенный в экран. Короче по ценам. Здесь цены 6.64 стоят около 139 долларов. Это реально просто как бы респект. 6.64 168 долларов. И 6.128 195 долларов. Вот за это компания Xiaomi большущий-большущий респект. Потому что ценники просто конские, не конские. Ценники просто мизерные друзья. Это как бы реально очень-очень круто. И давайте сейчас на этой позитивной ноте перейдем к старшей версии. Она здесь очень интересна. И скорее всего она выйдет на глобальный рынок. А это, это самое главное для нас. Не забывайте друзья подписываться на этот канал. Ставить лайк этому видео. Пишите комментарии. Что вы думаете об этом телефоне. Экран здесь побольше. 6,53 дюйма. И он занимает 91,4 экрана передней поверхности. Цвета белый, зеленый, серый. Самое интересное мне кажется зеленый. Реально вот такого чего-то не было. Да и в принципе зеленый цвет не всегда заходит. А здесь он ну прям прям супер красивый. В общем камера здесь тоже это одно из самых интересных. Здесь тоже 4 модуля. Первый модуль на 2 мегапикселя. Апертура f1.75. Это макросъемка. Второй на 64 мегапикселя. Просто самый мощнейший основной модуль. Апертура f1.6. Просто супер-пупер какой-то модуль. Самый нереальный. Зато цене, который они предлагают. Внизу идет 8 мегапикселей широкоугольная камера на 120 градусов. Справа сверху вспышка такая небольшая. Еще небольшая камера на 2 мегапикселя. Апертура f1.75 для определения глубины снимка. Внизу как бы совсем невидимо встроен сканер отпечатков пальцев. Тоже стандартный такой физический сканер отпечатков пальцев. Когда я смотрел презентацию, у меня возникла следующая мысль. iPhone X Max стоит около 1000 баксов. Знаете, сколько там мегапикселей? 12. Алло, Apple. Apple, просто одуплитесь, друзья. Здесь 64 мегапикселя. И за 1000 баксов я могу взять таких 5 просто. Да, себе, жене, свату, брату, акробату. Раздать еще и радоваться. И иметь хороших друзей. Или же за 1000 баксов я покупаю один телефон, на котором просто тупо садится батарея. 12 мегапикселей. И дизайн вообще ни алёй никуда. И вообще это 2019 год. Apple, что ты творишь вообще? Продажу у Apple упали в этом году уже на 17%. Мне кажется, тенденция будет двигаться только дальше. Потому что Redmi, Redmi наступают. Также забыл добавить, что видеокамера заснимает в 4К. И также есть функция 960 кадров в секунду. То есть замедленные крутые съемки. Правда, не сказали, в каком качестве можно их записывать. Как правило, качество не очень хорошее. Центральный камень. Helio G90T. От Mediatek. Тайваньская компания. Все дела, все такое. Давайте сравним ее в бэмчмарках, чтобы немножко определиться, где этот процессор на каком уровне стоит. Helio G90T выбивает 283 тысячи. Kirin 810 301 тысячи. То есть который стоит на Honor 9X. Крутейший, мощнейший процессор, который уделывает в одну калитку игровой процессор. Вдумайтесь только. Kirin 810 уделывает игровой процессор от Mediatek. Тайваньская компания, похоже, просто, ну, как бы радуется. Потому что реально у них появились такие заказы суперские. В общем, 730 Snapdragon набирает 255 тысяч баллов. И 710 около 214 баллов. Эти тесты показывают, что Helio G90T игровой процессор уступает обычному процессору от компании Kirin 810. Причем 810 построен по 7-нанометровому техпроцессору. Helio по 12-нанометровому техпроцессору. То есть вообще, как бы, друзья, не алло. Производители впулили туда медную трубку, очень широкую, большую, очень много. Они на призе об этом рассказывали. О том, что трубка прям супер-пупер крутая, круче, чем у всех, больше, чем у всех и все такое. Но, друзья, у меня есть подозрение, что Helio G90T просто реально очень сильно греется. У тайваньской компании всегда были проблемы с нагревом. Не знаю, решили они ее или нет. Но такое чувство, что эта трубочка здесь не слегка, вот такая вот прям очень-очень большая. В общем, там есть еще режим Game Turbo 2.0. Чем он поможет? Не знаю, друзья, все будем тестировать. Это предобзор. Батарея. Батарея на 4500 мАч, но не забудем, что здесь 12-нанометровый техпроцесс. На процессоре Helio G90T. И он будет, мне кажется, поджирать батареечку. Очень даже не дурно, поэтому батареечка здесь немножко побольше. Основная зарядка на 18W, Quick Charge 4.0, 4.0. Короче, все разнообразие. USB Type-C, понятно, есть. Mainjack присутствует, это отлично. И NFC, друзья, тоже здесь присутствует. На NFC вообще особо не обращали внимания, потому что как бы компания Redmi немножко пропустила пик NFC, понимаете. Вот если бы они установили его в Redmi Note 7, это было бы бомба, это был бы космос, это был бы разрыв. И мне кажется, они бы еще подняли денег гораздо больше, чем сейчас. Но NFC в Redmi Note 8, он сейчас стоит около 300 долларов. Ну, как бы в старшей версии. Друзья, можно дешевле купить, допустим, Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9T, ну и так далее. То есть уже есть телефоны с хорошими батареечками, там с AMOLED-матрицами и все такое. И, в принципе, за доступную цену. Поэтому здесь уже не то пальто, как бы не то, чего хотелось, конечно. Ну и последнее, друзья, и самое приятное, это цены на основной телефон от компании Redmi. Версия 664, 195 долларов, друзья. Это просто космос, это реально очень классно. Версия именно начинается с 64. Это реально тоже очень-очень круто. Следующая 6128, мне кажется, это самая популярная версия и самая правильная. Версия на 223 доллара. Не так она и дороже сильно, но вот мне кажется, эта версия самая правильная. Потому что следующая 8128 на 250 гигабайт. Я бы предпочел вот эти 25-26 долларов переплатить именно за внутреннюю память. Потому что, как бы, она реально играет очень много. А 2 гигабайта оперативки, ну, если вы, как бы, игроман, то окей. Если нет, то смысла вообще нет в этих гигабайтах. Поэтому у компании Xiaomi опять респект за вот ее вот это действие.